Вот не нужны бы были никакие психологи, психотерапевты и, не знаю, там, расстановщики и прочее, если бы семья была по-настоящему семьёй. Фигеть, как это. И как это у меня так всё происходит? А чё это у меня так? Где трудные отношения, там любовь. И наоборот. Там, где любовь, там, где близость, там, где острота чувств, там всегда трудности. Он меня любит, потому что он меня жалеет. Вот я тут тебе прописала, как ты будешь удовлетворять. Я тебе тут списочек вот скину, ты там почитай. У нас сегодня тема-то интересная. Любовь и трудные отношения с родителями, мужьями, детьми. Ну и, возможно, у вас ещё свои примеры. Может быть, у вас трудные отношения не только с этими родственниками, а ещё сёстрами-братьями, может быть, у кого-то с внуками, у кого-то с двоюродными, тётями-дядями. Так бывает, что отношения почему-то не складываются, и они трудные. У меня тогда к вам вопрос. Вот сама тема очень противоречивая. Если есть трудные отношения, то любовь есть? Каким образом в трудные отношения любовь вписывается? И если есть любовь, то почему они трудные? Мы же любим все друг друга, а отношения трудные. Я вас веду сюда, к схеме трезвого мышления осознанного. Это как? Это же, вот, в принципе, это противоречие. Если есть любовь, то трудности решаются. Если есть непреодолимые трудности, то любовь куда девается? Что, она у вас сохранилась? Она неизменная осталась? И уровень любви остался постоянный? На том же уровне, на котором был в начале отношения? Подумайте, с чем вы пришли? С чем вы пришли сегодня на лекцию, да? Что вы хотите здесь узнать? Что изменить? Где вам нужно именно изменить? В каких отношениях? Когда вы хотите это сделать? Потому что, возможно, даже придя на лекцию и получая знания, вы думаете, ну ладно, это потом когда-нибудь. Ну, кто-то вырастет или постареет. Может, кто-то умрет. Может, кто-то пойдет выздоравливать, выздоровеет. Так бывает, что ждут прям выздоровления близких. Как это сделать, мы пока не знаем. Зачем? Вот зачем вы пришли сегодня на лекцию? Что вы хотите для себя понять? По крайней мере, проще. К теме лекции. Какие отношения вы хотите исправить? Какие вам кажутся трудными? Напряженные. С кем? Со всеми родственниками. Ну, конкретно. С двумя сестру. Ага. То есть есть все-таки сестра, с которой хочется что-то изменить, чтобы отношения были менее трудные. Ну, или если есть такая возможность исправить их так, чтобы они были какие? Чтобы ровные. Ровные, близкие, спокойные, да? Вот какая терминология? Прямо записывайте. У вас же есть на чем сегодня записывать. Простые, чтобы было хотя бы понятно, что делать-то, как себя вести, чтобы было все, ну, поспокойнее, полегче. Замечательно. У кого еще есть примеры? Честные. Честные. Вот честность очень важна. Она как оздоровительный процесс. Честность вообще целительный процесс. Вы можете прямо себе пометить, что когда мы говорим правду, честно, то это идет целительный процесс с обеих сторон. Ну, научили нас, в честности? Не очень, да? Нас учат чему-то другому. Как-нибудь так обойти все углы и как-нибудь так скромненько промолчать и, возможно, что-то не сказать, а что-то сказать другое вместо того, чего хотелось сказать, чтобы только сохранить отношения. То есть пожертвовать своими желаниями, своими мечтами, возможно, своими целями, даже своим временем и даже своей любовью, чтобы сохранить отношения. У кого еще есть примеры, с кем вы хотите изменить отношения и зачем вы пришли? Зачем пришли? Подросток. Ага, есть сын. Есть дочь, подросток, с которой очень тяжело строить отношения, особенно в наших современных условиях, потому что все почему-то обострилось. Если даже, ну, не знаю, 40 лет назад было, может быть, полегче, то сейчас очень сложно, очень трудно. Сегодня остановлюсь обязательно на этом, что, собственно, приводит к тому, что так все обостряется именно сейчас. Хорошо? Еще с кем? С собой. С собой. Оказывается, у нас есть отношения с собой. И там это что, про любовь? В первую очередь. Там что-то про любовь, но почему-то очень трудно с собой договориться. Вот смотрите, как интересно. Ясно, что мы любим своих сестер, мы любим своих мужей, мы любим своих дочерей, мы любим себя. Ну, в общем, невозможно жить без любви. Но там, где любовь, там, оказывается, и трудно. Вот вы это понимаете схему, что где любовь, там трудно. Мы же вот сейчас, если подумаем, что кто там выше нас, например, сейчас живет, нам с ними трудно? Вот здесь мы здесь, на первом этаже, а кто-то на втором? Нет. У нас с ними нет близких отношений, родственных, поэтому нам с ними спокойно, нам с ними никак, никак. И мы никак не реагируем. И даже если нас кто-то представит, что это вот ваши соседи с верхнего этажа, или с нижнего у кого как, да, мы скажем, ой, прекрасно, замечательно. То есть при первом приближении мы к этому человеку отнесемся с интересом, уважением, любовью. Что происходит в семье, если кто-то из родственников зависим? А если это родители, муж или ребенок? Прямо сейчас вы можете получить бесплатный доступ к трем урокам из нашей базы знаний для родственников зависимых. Я записала поддерживающие уроки для тех, кто находится в тревоге и сомнениях. Что делать дальше? Как вообще помогать себе и близким? Каждый месяц база знаний пополняется новыми уроками. Переходите по ссылке и смотрите ответы на непростые и такие важные вопросы. Как интересно, что там, где ближе, и чем ближе, тем труднее. И все это от любви. Обостряется все именно на этом слове. То есть получается, нам трудно любить, что ли? Получается трудно. Опять на этом остановлюсь обязательно сегодня. Есть вопрос, с которым пришли на лекцию? Как сделаешь нелегкого? Кого? Близких. Близких. То есть хочется... Вот прям зачем, да? Хочу легко любить близких такими, какие есть. Ну, то, что других людей изменить нельзя, это мы уже все с вами знаем, потому что уже и попробовали что-то поделать. Уже там и конфетками, и тортами закармливали, да? И денежек давали, может быть. И по ласковому разговаривали, а ничего не получается. А может быть, уже ругались, ставили границы там, еще что-нибудь, и тоже ничего не вышло. То есть хочется как-то полегче. Совершенно правильно вы рассуждаете. Значит, тогда вот эта схема трезвого мышления, она хороша при решении любого вопроса. Любого. Даже если это не касается сегодняшней темы. Значит, кто мы? Мы те, кто хотим изменить отношения с близкими людьми, которые, конечно, достойны любви, и мы с вами достойны любви, и мы хотим, чтобы нас любили, и мы хотим сами себя любить. Это чувствовать, проявлять открыто. Ну, в общем, не париться на эту тему. Что мы хотим? Хотим что-то изменить, потому что пришли, потратили время, деньги, чтобы что-то изменить. Где мы хотим изменить? В отношениях. Сегодня будем именно про это говорить. Когда? Ну, наверное, чем быстрее, тем лучше, потому что уже достало все. уже, да, край, больше не могу. Как мы хотим изменить? Ну, в лучшую сторону. В сторону любви, счастья, легкости, здоровых отношений. Зачем? Чтобы легко было общаться. Чтобы легко было общаться. Нам зачем с ними общаться? Чтобы понимать. Вот это все зачем? Чтобы изменить качество жизни. Чтобы изменить качество своей жизни. Оказывается, наша жизнь в целом зависит от наших отношений с близкими. Вообще, это удивительно, потому что мы с вами все взрослые люди. Мы, в принципе, не зависим ни от кого. Да? Вы сами зарабатываете, либо вы знаете свои источники дохода, вы ведете свой образ жизни, который вы считаете нужным. Вы люди разумные, воспитанные, культурные. И вдруг мы зависим от отношений. В какой-то лекции я говорила, еще напомню вам, у нас с вами архетип где-то там в спинном мозге, что мы живем в стае. Человек – это существо, которое живет в стае. И никак по-другому, чтобы вы никогда не думали, ну вот, вот отделюсь от всех, вот уеду куда-нибудь в дальний город или там какой-нибудь хутор себе выстрою в лесу, и вообще не буду ни с кем взаимодействовать, никакие отношения строить, и мне будет легко. Не получится. У нас с вами работает такой вот бессознательный совершенно посыл, что если ты отделился от стаи, ты не выживешь. То есть мы не зря с вами все в интернете, в гаджетах, созваниваемся, списываемся ежедневно, потому что таким образом, ну, современная коммуникация, таким образом мы общаемся с людьми. Возможно, не только со своими близкими, вы знаете, где ближе, там тяжелее, уже сделали вывод. Но, может быть, более дальние подружки, знакомые, одноклассники, однокурсники, и вот во всяких этих группах состоим, и вроде как нам полегче, потому что я чувствую себя частью. Просто запомните этот момент, потому что схему сегодня переключу, там, да, переверну, а у нас с вами будет об этом еще разговор. Чувствовать себя частью это очень важный момент, поймите это для себя. Но, как для вас это важно, вот здесь сидящих, так и для всех ваших близких. Везде там, где вы строите отношения, ну, особенно члены семьи. Мы сегодня говорим о родителях, мужьях и детях. Ну, естественно, будем говорить о сестрах-братьях, ну, и, возможно, других родственников. И, естественно, о себя любимых это обязательно, потому что вы знаете, начни с себя, тогда все остальные тоже получают. Если вы себя не туда, то все остальные тоже не имеют права с нашей точки зрения. Начинаем злиться. Это вот такие посылы, которые актуальны сейчас именно на этой лекции рассмотреть. Хорошо. У нас тема еще звучит как? С родителями, потом с мужьями, потом с детьми. Для вас это логичная последовательность? С родителями. Да, что начать нужно с родителей, потом с мужьями, потом с детьми. А что, какая тут логика? Родители старые. Явно, что живут отдельно, вы отдельно. Если уже совсем старые, вы их себе обратно взяли, вроде как, они уже на уровне детей. Это нормально. Почему начинаем? Если там что-то не доделано, не закрыто, то оно несется вовремя. Оказывается, если там правильно что-то не закрыто, какая-то травма, какое-то непонимание, недополучили, то мы с этим так и идем. Что у них не доделано, то мы несем в свои семьи. Что с ними не получилось дальше, это нам препятствует строить свои отношения с любым человеком, с которым сталкиваемся. Мало того, уже это выбираем по родителям. Отношения строим точно, как строили родители, ну, либо те, кто нас воспитывали. Там могут быть дедушки, бабушки и другие родственники. А где тогда счастье? У нас тема этого года «Счастливая женщина». А где тогда счастье? Уже сделали вывод, да? Любви недостаточно, трудные отношения, все нелегко. Можно быть счастливой в трудных отношениях, проще скажу, и когда любовь не очень течет. Сомнительно. Не получается. На самом деле наше счастье зависит от нашего внутреннего состояния. Когда нам легко строить отношения, когда нет проблем с родителями, мужьями и детьми, тогда можно испытывать состояние счастья. А если этого нет, то наш уровень удовлетворенности от жизни, ну, счастье у каждого свое, но, в общем, удовлетворенность от жизни, падает. Вот, чтобы вы понимали, что это действительно так. Ну, и рассмотрим тогда, какие, конечно, все-таки бывают трудности с родителями, да? Начнем с родителей, поскольку они основа основ, и все, что нам дали, это они. И мы состоим из них, помните, на 50% из папы и папиного рода, на 50% из мамы и маминого рода. Значит, родители либо слильно болеют, и мы за них очень переживаем, либо они в зависимостях, возможно, да? Кто-то очень пьет, или кто-то пил, и кто-то очень страдал от этого, и мы с вами страдали от этого. И, в общем, вокруг этого все крутилось, и до сих пор мы все это вспоминаем и думаем, и все никак не можем отпустить. От них нет тепла, поддержки. Может быть, они болели не только зависимостями, они могли болеть другими любыми заболеваниями, тяжелыми, лежачие, больные. И, ну, в общем, в трудоголизм уходили, например, очень много работали, было не до чего, по командировкам кто-то ездил, тоже ничего, папу видели там раз в сто лет. Очень много, кстати говоря, у меня клиентов, у кого, например, папа плавал, и вот папы по восемь месяцев нет дома, когда папа дома, тогда там сплошной какой-то праздник непонятный, и папы тоже нет, как папы нет. Есть человек, которого я мало знаю, который, ну, с которым мы можем взаимодействовать, но который ко мне проявляется не как папа, он не умеет, он не знает как, он отвыкает, а мама там что? Пашет за всех. Мама пашет и за папу. Кстати говоря, дети военных туда же, потому что вечное учение, вечные там дежурства, вечно-вечно все там, дети на маме, а еще и ни на ком, потому что мама тоже работает чаще всего, мама тоже вся в делах, ей надо все успеть, и домашнее хозяйство, и денег заработать, и тут все успеть, и самой реализоваться, и, может быть, учиться где-то, и тоже, может быть, сильно занято, и мы одни-одни, и как будто нас недолюбили. А потом нам родители говорят, а что это ты нас вот не уважаешь, не любишь? А что показали-то как любовь? Какая? Иди там, поешь, поешь и спать ложись. Любовь такая. Или, ой, возьми, купи себе чего-нибудь, денег возьми, купи себе чего-нибудь. Вот такая любовь, да? Вот такие отношения. Либо родители могут быть очень опекающие. Куда пошла? Что делаешь? Когда придешь? Почему ты так оделась? Почему ты зубы чистишь так? Почему тебе здесь не так? Что ты не так ведешь хозяйство? Или детей ты воспитываешь не так? И дальше больше. Ты молодая, ты ничего не понимаешь, ты не слушаешь. Вот такие еще родители есть, от которых тоже хочется отгородиться, избавиться, и сказать, как бы не брать трубку, то, чтобы вот не было этого контроля вечного, вечных указаний, такого насилия. Если не говорить о том, что, возможно, и насилие. Кого-то ругали, кого-то били, все что угодно. И у нас это осталось. А как? Вы правильно сегодня сказали. Если это не отработано, с этим так и ходишь, как с обидой, со страхом, таким внутренним напряжением, когда ты разговариваешь с родителем. Ты все время ждешь либо роганий, либо криков, либо критики какой-то, указаний, чего-нибудь такого. И чего? Не поддерживают, не любят, или любовь очень странно передается. А еще инфантилизм у родителей. Ой, мы теперь старые, ты давай-давай нам. Вот за нас позаботься. Вот нам тут врачей обеспечь, там нас веди туда, привези нас сюда, на дачу отвези нас, дачи привези, еще на даче пропаши все, пропали. И в общем, а ты что еще не так посадила все? У моей подруги, маме 90 лет. И она вдруг попала в больницу, как раз на вот, по весне, как раз посевная. Так моя подруга делала каждый день вот то, что надо сделать, по моим указаниям. Фоткала это все. Везла маме в больницу, докладывала. Мама, я вот так сделала. Думаете, что она получала от мамы, которая там лежит в больнице и лечится? В принципе, что ей до огорода? Все, не так посадила. Не то посадила, не так посадила, не там, все не так. Приехала с больницы, все, в общем, проверяла, все делала. И представляете, да, от мамы какая любовь? А такая любовь, контроль. И ты должна быть правильная. Ты у меня должна быть идеальная. А какая еще? Представляете, моя подруга, ей что, ей седьмой десяток. Маме девяносто. Они вместе живут. Ну, вместе. А куда деваться-то, когда маме девяносто? Вместе живут. В общем, такой возраст выступает, когда приходится с родителями жить вместе. Ну, либо, понимаете, организовывать их как-то, чтобы они там никак не пострадали. Хорошо. Это про родителей, которые уже впадают в инфантильную позицию, знаете, да, под старость. Ой, в детство старики впадают. А мы и в этом участвуем, к сожалению. И вот на индивидуальных консультациях очень часто разруливаю голову, потому что люди начинают о родителях заботиться. у меня был такой клиент на консультацию. Он говорит, мне нужно маму забирать, потому что мама старая, я должен за ней ухаживать. А я смотрю, клиент-то молодой, я говорю, сколько же маме лет? Мало ли, там, бывает всякое. Он говорит, нет, маме 60. Я говорю, мама что, на пенсии? Нет, мама еще работает. Я говорю, мама одинокая? Нет, она живет с мужчиной. Я думаю, как он ее заберет оттуда? Из брака с мужчиной, с ее работы, за ней ухаживать. А он так будет реализовать свою любовь. Вот он будет маму забирать и будет ее нянчить с этого-то возраста. И тогда что, не жениться, детей своих не растить? Маму нянчить. Вот такая подмена понятий. Что у нас может быть с мужьями? Ну, мужья либо зависимые, и уже это достало вот так вот, да? Причем зависимости разные. Либо переедание, например, трудоголизм тот же, игрушечки в танчиках сидит целыми днями, вижу, как спина и больше ничего. С детьми не занимается, не играет. Я все жду, когда-когда начнет, повзрослеет, начнет дарить цветы, сюрпризы делать. А там нет никого. Там не достучаться, не договориться. Либо еще что бывает? Агрессивный, тоже диктующий. Его тоже. И его мама или папа научили быть таким. Вот надо так, а не как, по-другому. И вы не чувствуете себя защищенной, опекаемой, оберегаемой, любимой. А еще его родители подбавляют тут масла в огонь. За него, может быть, платят какие-нибудь долги, или ему зарплату платят повышенную, а он там делает, что хочет на работе и не работает совершенно. И вы чувствуете, что если его родителей не будет, и они перестанут помогать в силу разных причин, то все, семья останется непонятно как. И сколько не говоришь родителям, что не надо участвовать в его жизни, опять никак, потому что вы только невестка. Там взрослые люди, и они сами решают, что они делают со своим мальчиком, что хотят. Есть такие варианты? Что у нас еще может быть с мужем? Может быть, мы боимся его потерять, может быть, он склонен изменять и транслирует это, и все время говорит о том, давай разводиться, раз тебе что-то не нравится, мы будем разводиться, а может быть, он уже и уходил и обратно пришел. Это тоже очень трудное отношение, особенно если у вас есть общие дети, и надо что-то с этим делать и решать с ним вместе. Все равно никуда не деться, из родителей-то никто не увольняет, не разводимся. Что у нас обычно с детьми? Не хотят учиться, не хотят по дому ничего делать, взрослеть не хотят современной молодежи? Грубят. Естественно, посылают всячески, охраняют свою территорию, в мою комнату не входи, в мои дела не сойся, я сам сама решу, на самом деле ничего не решает, чуть не на второй год остается, работать не хочет, учиться не хочет. Сколько сейчас, вот по сентябрю, поступили куда-то в учебные заведения, сегодня какое число, уже все эти заведения побросали. Я не хочу учиться туда, куда ты меня отослала, ну и что, что ты проплатила, а я не буду там учиться, а никакие уже учебные заведения не принимают, а работать тоже не хочу, и не договориться, и не сказать ничего. И я тебя слушать не буду, ты старая, ничего не понимаешь, у меня все свое, мы видим это все по-другому, с детьми так. Причем это начинается с раннего подросткового возраста, у нас теперь ранний подросток 8 лет. Ранний подросток, с которым уже не договориться, который уже имеет свое мнение, и только оно правильное, и больше никак. А если еще вы не в паре, вот не вместе с мужем принимаете решение, и вы друг друга не поддерживаете, то совсем раздрай. И тут никак, и тут не так, и там и родители не дают, и свекры не опереться. В общем, кругом оттас. А тем не менее, семья выполняет психотерапевтическую функцию. Все в курсе. Именно семья. Вот не нужны бы были никакие психологи, психотерапевты, не знаю, там, расстановщики и прочее, если бы семья была по-настоящему семьей. Сейчас мы продвинемся дальше чуть-чуть. Где у нас часть эта семейная? Вот если брать вот эту, да, как я говорю, да, эмоциональные качели, песочные часы. У нас семейное счастье и воодушевление, и подъем вот здесь, когда в семье все хорошо-то. А мы с вами, когда у нас тяжелые и трудные отношения, мы с вами вот здесь. Мы либо боимся потерять, либо уже потеряли что-то, либо не можем никак договориться, уже потеря хороших отношений. Нам очень страшно, потому что у нас архетип, помните? Если у меня не будет стаи, то как я буду жить? Мало того, может быть, еще не только наш страх, возможно, и предыдущие поколения разводились, расставались, ругались, и мы это видели у родительской семьи. А может быть, и бабушка с дедушкой там тоже ругались, расставались, а может быть, и умерли слишком рано. И наши родители такие полусироты. Ну, у меня, например, да, у меня в войну погибли бабушка и дедушка, и мама осталась сиротой в войну. И у нас, конечно, все виноваты, и я плохая, и гнев на себя, и гнев на других, и у нас грусть, тоска, и вот этого даже никак не достигнуть, а уж сюда вообще не прыгнуть, а хочется. У нас с вами цель-то сюда, быть счастливой, в легких отношениях, в хороших отношениях с собой и людьми. И любовь-то у нас здесь. Вот если да, нет же чувства любви. Любовь-то у нас тогда, когда счастье. И отсюда, и любовью, и радостью все лечится. Как это вот сюда? Хорошо, если бы тут шлюзы открывались и так бы лилось. Так ведь нету шлюза, и запаса нет. В семейной системе, видимо, нет запаса. Прерван поток любви называется. Ничего тебе безысходность сплошная. Все? В тоске и грусти, и все? Нет. То есть в этом же есть выход. То есть мы, конечно, прорабатываем с вами свои состояния. Мы их видим, осознаем, знаем, что с ними делать. В конце скажу еще, если кому-то важно, что с этим делать. Достигаем все-таки спокойного ума. Включаем в себе трезвое мышление, потому что трезвое мышление, понятно, спокойный ум. и начинаем удивляться тому, что происходило в нашей семье и происходит. Прямо, знаете, вот занимаем такую третью позицию, смотрим на это все и говорим, офигеть, как это? И как это у меня так все происходит? А чего это у меня так? Вот попробуйте занять эту позицию, даже подумав о тех отношениях, которые вы строите. А чего это так? А чего только так бывает? А иначе не бывает? Вот такой, знаете, свобода выбора. У меня есть выбор. И, естественно, отнестись с интересом и ВКонтакте, естественно, порадоваться всему, что есть. Вот это очень непросто. Тут на этой неделе, сегодня вторник, но вчера, позавчера рассылала такой юмор, ну, юмор, мудрость такая в юморе. Когда радость, тогда решение вопроса. Я говорю, ну, попробуйте обрадоваться, когда что-то болит. А когда болит душа? Когда болит душа, как можно обрадоваться? Вот это опять нужно занять третью позицию, посмотреть на это с удивлением, с интересом. И чему я сейчас могу порадоваться? Вот сейчас прямо порадуйтесь хотя бы тому, что вы пришли на лекцию, вы получаете новые знания, вы хотя бы посвятили время, чтобы над этим задуматься. И прям похвалите себя за это. Вот я молодец, что я посвящаю этому время. Я же хочу что-то изменить. Оно разве само изменится? Вот разве бывает что-то само? Вот счастье приходит само? Очень многие говорят, ну, это же норма, оно же должно как-то вот быть. А вот нифига, никто вот не дает и в магазине не продается. И особо никто не учит. Кто нам показывает, что счастливый-то? У нас какая в культуре, да? Счастье любит тишину. И прям не говори никому, что ты счастливый. И не показывай, и подружкам не говори. У меня подружка выходила замуж, первая из нашей компании выходила замуж. Я помню, что она со своим женихом нас не знакомила прямо до свадьбы. Вот вообще ни разу, нигде не пересеклись. Счастье любит тишину. Она меня свидетельницей. Я смотрю на этого мужика на свадьбе и прямо падаю. Она еще свои туфли мне дала, не моего размера, и там прямо падала с этих каблуков. Он на 13 лет нас старше, а нам по 20 лет. Представляете, для меня он старый. Вообще, нафига он такой нужен? Но я молчу. Она же замуж уходит. Если бы она меня за неделю хоть раньше постукала. А я его вижу уже на свадьбе. И на свадьбу-то мы опоздали. И вкусы-то, интересы у него другие. И о чем с ним не говоришь, он не понимает. Представляете, разность поколений. Это не только родители и дети, когда 20 разница. или там 25. 13. И ту старую невозможность. Развелась она потом с ним. Не было там долгого брака. Ну, благо сын есть. В общем, понимаете, да, чего мы куда? Мы вот отсюда, где мы сейчас, от потери отношений, все-таки двигаемся снизу вверх. Вот так перескочить или вот так у нас не получится. Вот так снизу вверх. Но быстро. Я очень не люблю, когда говорят, ой, на это уйдут годы. Нет. Ой, на это уйдут месяца. Нет. Кому надо быстрее, я научу. Значит, во-первых, хорошо, конечно, когда с кем-то за ручку. То есть, человек, идущий впереди, который сам справился, чтобы провел. Ну, либо хороший психолог, грамотный. Телесная терапия очень хорошо помогает. Ну, и, конечно, расстановки. Прямо ставим счастье. Ресурс счастья из семейной системы. И прям дайте, дайте. Надо, надо. Конечно, мы это будем брать не от тех, кто чуть старше нас, ну, старшая сестра или там родители, кто тоже не намного нас старше, а может быть, те поколения, где действительно они знали, как быть счастливыми. Сейчас об этом расскажу. Они точно знали. Иначе бы мы здесь с вами не сидели. Вам это понятно? Что мы бы здесь с вами не сидели, если бы у нас не было предков счастливых, которые жили в любви и счастье. Вот это аксиома. Не бывает у несчастных, тяжелых, прямо ужасных людей потомства нормального. Ну, возможно, что-нибудь бы было не очень хорошее, но мы с вами хорошие. Это понятно? Мы с вами хорошие. Поэтому там это есть. И оттуда это взять можно. Запоминайте эту схему, чтобы потом уже спокойно к этому возвращаться по памяти. Значит, здесь схема семейной системы три поколения. Ну, вы понимаете, это только три. Дальше мы тут рисуем. Тут прапрадедушка, тут прапрабабушка, тут тоже. Тут просто больше уже людей, и они тут совсем не поместятся. А тут еще следующее поколение и следующее поколение. Мы с вами здесь. Ну, в какой-то степени мы здесь, потому что мы дети своих родителей, своего папы и своей мамы. Даже если их нет на земле, мы все равно их дети. И состоим на 50% отсюда и отсюда. И естественно, мы наследуем и это, и это, и все, что дали. Причем с критичным взглядом мы это наследуем. Мы как-то переоцениваем, что мы берем? А-а. Автоматом. Мало того, как можно переоценить там цвет глаз, походку там, форму ног. Никак. Мы берем это автоматически. А как мы к себе относимся, вот те, кто пришли отношения с собой налаживать? Мы как к себе относимся? Фу, это у меня от папы. Фу, мне не нравится это от папы. Вот это вот все плохое, потому что мама говорила, что это фу. Особенно если вот здесь вот развод, то это совсем нехорошо. Тут мама обязательно сваливала всю вину сюда. Это он такой плохой, от нас ушел, или тебя бросил, или вот, ну, был, были такие отношения ужасные. И поэтому фу, фу, фу. И мы на папу смотрим как? Фу. И на свои 50% фу. А когда смотрим на маму, что мама после развода осталась? Или после плохих отношений с папой? Вся несчастная, напряженная, прям насилие над собой. Прям не до себя, не до счастья, которое там было на предыдущей схеме. И я тоже это не хочу. В общем, мне тут это не нравится, и тут мне не нравится. А еще, если была бабушка, по маме, которая тоже папу не любила, еще подливала, сколько угодно, вот каждый день это слышу. А бабушка с мамой говорили, что эта порода прям вся плохая. А ты прям вся в эту породу. А ты прям вот и в их пошла. И вот фу, и на тебя фу. И бабушка меня не любила, потому что я на них похожа. А еще не любила мамина сестра, а еще там бабушкин муж к ней присоединялся, как подкаблучник. И все. И вот так вот. И сюда не отдали. Вот вчера такие расстановки были. И сюда меня не отдали, когда разводились, хотя папа звал. И папа приезжал. И хотел участвовать в воспитании. И сами недолюбили. Вот это такая обычная схема, очень часто встречающаяся. Но, если даже они остались в браке, все ли у них было гладко? Судя по тому, что мы здесь с вами сидим, не очень было гладко, иначе бы мы сюда не пришли. Помните, я вам говорила, где трудные отношения, там любовь. И наоборот. Там, где любовь, там, где близость, там, где острота чувств, там всегда трудности. Другое дело, как мы их преодолеваем. Как их тут преодолевали? Ругались, замолкали, не разговаривали, периодически друг другу угрожали, гнали, может быть, еще что-нибудь делали такое не очень приличное. приличное. А? Вот в таких же семьях мы выросли. Вообще слышали, да, термин? ВДА. Это если кто-то из родителей был алкоголик, ну, либо другая любая зависимость. Понятно, что нам легче всего на алкоголизм, да? Но, может быть, там был вот трудоголизм, может быть, было переедание, может быть, была шизофрения вообще. Вот это все ДФС и ВДА. ДФС – это дисфункциональная семья. То есть кто-то из родителей не выполнял свою функцию. То есть либо папа, я вам сегодня уже говорила, командировки, поездки, служение Родине. Почему я всегда дети военных, дети силовиков, дети, кстати говоря, государственных деятелей, все страдающие, потому что папы вечно не было. У меня был на консультации мужчина, у кого родители были разведчики. Вот он прямо об этом открыто говорит, ну, он такой уже в солидном возрасте, видимо, родителей нет, он спокойно об этом говорит. Представляете, он говорит, никогда нельзя было спланировать ничего. То есть, если мы наметили завтра пойти, например, в зоопарк, то это не факт, что ты пойдешь с родителями в зоопарк завтра. Потому что может прозвучать звонок, они оба вызваны куда-то работать, и все. И неизвестно, насколько причем. Вот это же такая структура, когда их вызывают, они там работают, и не до детей. Ну, хорошо, если с детьми там кто-то нормальный сидит. А так же всяко бывает, и нянек нанимают, и каких-нибудь дальних родственников, и отдают куда-то дальним родственникам. Вот это страшные травмы, когда ребенка, ну, например, мама попала в больницу, а папа был где-то в командировке на учебе, ушел. И ребенка отдают куда-то случайным родственникам, не объясняя, насколько, и сколько там этот ребенок будет жить. Вот это очень страшные такие тайны и травмы. Потому что неизвестно, как там относятся. Кому ты нужен-то? Тебя туда отдали, потому что не с кем было, и все. Ну и тем более, если их было какое-то сиротство, кто-то умер раньше времени, и, например, папа, да, остался и женился на мачехе, и тут тоже не очень хорошо. Либо папа на фоне беременности мамы вообще ушел, и не стал дальше вас воспитывать, и мама говорила о том, что ты отвергнут. Если вы на этом уровне, то у вас такая же иронка может быть здесь и здесь. И все может быть, что один-то из вас может быть и из здоровых отношений, и действительно там все жили вместе, друг друга поддерживали, и было, может быть, все более-менее. Но каким-то образом он выбрал вас, а вы, например, из дисфункциональной семьи, когда папы не было, либо мама пила, вот такие вещи бывают, либо кто-то, да, рано умер, или вообще неполные семьи из поколения в поколение, неполные семьи. То есть я вам сейчас привожу такие примеры дисфункции, от чего вы можете испытывать трудности во взаимоотношениях. между мужем и женой, между, например, детьми, сестрами и братьями, их семьями, и между вами и детьми. Потому что, если прерван поток любви, где-то тут кто-то не смог дать любви, ну, не смог в силу его обстоятельств трудных, вы недолюбленный ребенок, вы детям не можете дать. Не можете дать пока. Вот сразу скажу, что пока, потому что в конце я обязательно скажу, что делать. Что ж теперь, так на дефиците и будем, что ли, голодные? Нет. Все решаемо, все меняется. Важно увидеть и сказать этому «да». Это есть. Потому что большинство людей, когда я начинаю спрашивать про родословные, особенно молодежь, вот молодежь приходит вообще, я спрашиваю, как бабушку звали? Не знаю. Бабушка и бабушка. Я говорю, как? Да ни разу за всю жизнь, например, человеку 20 лет, он не спросил, как бабушку зовут, фамилии, имя, отчество? Уж не говоря о датах рождения, датах смерти, не говоря о том, кем работала, вообще чем занималась, сколько детей было в семье. Ничего. У нас не принято об этом говорить. Как не принято самому-то? Не интересно? Не любопытно? Вот мы в школе все с вами проходим Великую Отечественную войну, революцию. Вы не спрашиваете там, а как они-то там жили? Они что знают об этом? Получается ничего. Как смеялась моя подруга, когда мы перестройку переживали. Она говорит, теперь нам дадут звание герой перестройки. Хотел бы про перестройку спросить, потому что явно, что ваши родители хотя бы это переживали. Там развал Советского Союза, а как было до этого? У-у-у. Ничего. Вот понимаете, да, и расстановку делать трудно, потому что расстановка просто не пойдет туда, когда человек не знает ничего. Ну, кроме того, что сталкиваешься с тем, что и не задумывается, что надо бы это знать, и вообще хочет он этого знать. Нет, и не хочет. Да не знаю, и не брежу, и наплевать. Отношения-то не складываются. Ну, если мальчик, да, с девочками не складываются. И, может быть, уже там, и под 40, а все детей нет. И мы с вами имеем что? Бесплодие. А еще вообще нежелание жениться, брать на себя ответственность, и нежелание иметь детей. Даже если диагнозы все в порядке. Ну, а еще мы с вами имеем, конечно, на уровне пар такие диагнозы, как бесплодие, причем там, и тут, и тут. И этому тоже есть причина, обязательно, потому что, вот если брать это поколение, ну, давайте так, вот это ваши, например, дети, это вы. Какие годы рождения? Это что? 80-е, да? Ну, там, 70-е, конец 80-е. Здесь какие годы рождения? 40-е, 50-е. Здесь 20-е и 40-е. Война. Вот здесь? Травмы. Здесь травмы. Обязательно. Чтобы не коснулась война, так не бывает. Даже если ваши предки жили в тылу, и действительно там, может быть, не было голода и бомбежек, все равно каждая семья пострадала. А если здесь? То уже поколение до революции. Почему останавливаю ваше внимание здесь? Потому что там ресурс. Вы помните? Там обязательно есть ресурс, иначе бы вас не было и не было ваших детей. Понимаете, да, что так идет? Энергия жизни идет так, от предков к потомкам. То есть тут точно есть ресурс, обязательно на нем остановлюсь. Что нами руководит, когда мы не хотим строить отношения, боимся, что муж будет мало зарабатывать, изменит, предаст, уйдет от меня, не будет заботиться, я не чувствую себя в безопасности. Это какое основное чувство? Страх. Вот помните те качельки? Мы все с вами от боли, от боли, возможно, предков, испытываем страх. И свой опыт-то негативный есть. Ну, кого из нас не бросали мальчики? Да, влюбляешься, отношения строишь, думаешь, вот-вот он, вот это же он, это же вот. Или подружки. Тоже. Либо с сестрой вместе росли, может быть, конечно, в детстве дрались, но все мечтали, что когда-то вырастим, а так они выросли, и все так и продолжаем. А может быть, сестра стала или брат стали похожи на родителей, и там была какая-то бабушка, которая всех там злилась на всех, ругалась, и ваши сестры и братья у нас следовали эти черты. А может быть, вы у нас следовали эти черты. И с вами трудно строить отношения. Может быть, и так. Но все решаем, когда мы это видим. Чтобы вы понимали, что если мы это видим и говорим этому «да», это уже 50% успеха. Когда я это вижу, что здесь была где-то дисфункция, здесь было как-то не так, что-то было не так, я это вижу, я пока не знаю, что делать, но я придаю этому значение и даю этому место. Я вот не забываю и откидываю куда-то и знать не хочу, а я даю этому место. Давайте вспомним, что тут в этом поколении. В 1913 году Россия – самое богатое государство в мире. Самое трезвое государство в мире. Было общество трезвости. Это до чего? До Первой мировой войны. Ну, я возьму Россию, историю России, хотя, вы понимаете, это коснулось всех русскоязычных населения Земли и, возможно, рядом славянских стран и прочее. Что там было? Религия, очень сильная религия, очень сильное христианство, и все другие религии тоже представлены. Вы же понимаете, что Петр Первый еще дал добро, например, в Петере представлены абсолютно все религии, какие только есть, на Земле. Вы все в курсе, что только у нас, в Москве и то не все, а у нас все. То есть, свобода вероисповедания, но человек получает помощь там, где считает нужным. Мало того, семья строилась как? Ну, домострой понятно, и у нас с вами такое, может быть, негативное отношение к домострое. На самом деле, там все было прописано, хотя люди-то в основном неграмотные еще, все в курсе, что там до революции люди неграмотные, а все знали. То есть, они не книжки читали, как жить. Да, есть мудрость, которая передается из поколения в поколение. То есть, жили кланами, жило несколько поколений вместе, не обязательно в одной избе четыре поколения, нет. Это могут быть построенные избы рядом, это в одной деревне, может быть, либо обязательно общение. даже при том, что у нас нет интернета, мы не пишем письма, мы все равно про всех все знаем, кто, где, что и как. У нас с вами где это сохранилось сейчас? На Кавказе. Не считая столиц, конечно. Но там все равно принято. Дальше где? Казахстан. Да, то есть, Азия, Кавказ, но еще евреи. Друг друга же все подтягивают, клановость. Вот сегодня услышала фразу, да, в каждой стране и почти в каждом большом городе есть Чайна Таун. А где русский Таун? Есть где? Чувствуете, насколько наш менталитет другой? Почему? Давайте поисследуем. 13-й год, он же закончился чем? Первой мировой войной. Страшные лишения, уже танки, уже химическое оружие, уже уничтожение большого количества населения и служба сколько лет там? Да, не один десяток лет служба в войсках, солдат. Очень много погибло, очень много отдали жизнь родине, много коллег. А дальше плавненько гражданская война, когда брат на брата, отец на сына и наоборот сосед на соседа. Дальше что? Революция. И что в революцию? Какие указы по поводу семьи были выпущены? Церкви отменены. Что еще? Венчание отменено. Жениться можно на ком угодно. Разводиться можно прямо завтра, если не понравилось. Можно вообще не заключать никаких. Гражданский брак, это же оттуда пошло. Не заключать никаких обязательств союзов. Дети где должны воспитываться? Если в детских учреждениях, чуть не круглосуточные, женщина равна мужчине. Чувствуете, где пошло разрушение вот того, что наши предки... А там женщина чувствовала защищенной. Каким образом она чувствовала защищенной, когда пенсии не платили, пособий детских не платили? Не было же ничего. Каким образом она чувствовала себя там защищенной? Было принято, что все поколения друг друга поддерживают. Все вместе можно опереться. Были нормы, правила и традиции. Вот если уже брать демонстрой, то там точно было прописано, за что отвечает мужчина в семье, за что отвечает женщина, с какого возраста дети начинают брать ответственность, за что и куда двигаются. И вот в такой семье, где психотропевтическая функция там выполнялась, то такая пара могла пережить абсолютно все. Войны, революции, голод, тиф, эпидемии, смерть детей, смерть вообще родных и близких. Были же эпидемии. Но если пара сохранялась, даже если ее сгоняли с этих мест, даже если их переселяли куда-то в другое место, они все равно оставались, снова начинали хозяйство, снова начинали возрождаться, опять рожали детей, и все дальше возобновлялось. Семья имеет психотропевтическую функцию. Пара, потому что принято, а любовь, как там звучало? Уважение. Жалеет. Да? Он меня любит, потому что он меня жалеет. Это значит, что? Бережет, оберегает, охраняет. Там, возможно, не говорили слово люблю, это вот все-таки наше изобретение. Но там берегли друг друга. А мы друг друга бережем? Ну, что делали мы-то? Мы даже не заботимся, мы даже не знаем, какие языки любви у нашего мужа, или муж не знает, какие языки любви у жены. Это я помню, у меня сын поехал в Финляндию и привез мне белую шоколадку из Финляндии. Ну, финская же. Я говорю, мама, какой шоколад любит? Понимаете, ничего не знаем и не спрашиваем. Ну, и как-нибудь, как пойдет. Но мы с вами имеем вот эту историю от 13-го года на сегодняшний день. Все изменилось. Изменились традиции, изменились нормы, изменились ценности. Земля быстрее крутится, все в курсе? Все ускоряется. Прогресс устроен как? Мы не похожи на своих предков. Мы больше знаем, больше умеем, быстрее соображаем. Так устроен прогресс. И чем дальше, тем быстрее. Ваши дети еще быстрее будут. Я вас уверяю. И тогда нам трудно даже вот на этой разнице поколений, потому что мы уже не привыкли к клановости. И чтобы наши предки передавали нам ценности, и мы жили вместе все. И тогда легче вообще детей-то растить. Кто-то заболел, бабушка-дедушка подхватывает. И эти бабушки-дедушки тут же. И все в одних традициях, и все в одних правилах, нормах. Я вот понимаю те народы, которые сейчас нужно жениться на женщине той же национальности, той же культуры. Почему? На одном языке даже не только слова, да? Они понимают одинаково. Они понимают одинаково. Не надо объяснять. Потому что если вы сейчас невестке начинаете объяснять, что так неправильно, она вас поймет? И зять бывает не очень поймет. Но еще примет и скажет, ладно, я соглашусь лучше, да? Себе дороже. Но не факт, что примет и скажет, да-да-да, я согласен. Никто из последующих поколений не согласен с предыдущим. И это норма наших дней, чтобы вы понимали. Это норма. Это не то, что мы возвращаемся в 2013 год, и там вот что-то оттуда можем взять. Не можем. Там неграмотные, мы все с высшим образованием, да не с одним. Правильно? Там один уклад, здесь другой. Но это что? Вот этот разрыв поколений. Теперь все? Губительно для семьи ничего не сделать? Как вы думаете? Общаться, проваживать эту коммуникацию. Да, на самом деле, оказывается, вот запоминайте, да, как мы это получили, что мы получили. Понимаете, да? Если несколько поколений разорванных семей, если там гибель одного из и потом деструктивной семьи, то, естественно, здесь мы просто не знаем, как строить здоровые отношения. Если нам никто не показал, а еще подливали масло в огонь, вот там, где с сестрой, например, одной, например, говорили, ты вот такая умная, такая хорошая, а вот она такая дурочка. Или, наоборот, вам говорили, ой, ты такая прям неумеха, такая прям слабая. Вот у меня тут была женщина на консультации, вообще удивилась. Меня, говорит, очень били родители, а сестру не били. Я говорю, почему вас-то били? Она, говорит, была слабенькая здоровьем. То есть ее боялись, видимо, прибить. А я, говорит, была посильней. Это женщина наших дней, это не тринадцатый год. Это женщина наших дней. А меня, говорит, били, потому что я посильней. Только потому, что посильней. Не потому, что характер плохой, или там сопротивлялась все время. А она посильней. А родители что делали? Что били детей? Почему? У них была своя боль. У них внутри была своя боль. И вот эта своя боль заставляла вот таким образом выражаться. Вы помните, я сегодня говорила, трудные отношения там, где любовь? Это потому, что очень любили. Они же не били соседских детей. Хотя боль была, да? И можно было идти по улице и пинать кого-нибудь чужого. Пока никто не видит. Можно было? В общем, не принято и уголовно наказуемо. Бей своих ничего, да? Безнаказанно. Но еще из любви. Чтобы вы понимали, что родители просто не могли иначе. То есть, что бы ни делали ваши родители, и что бы они ни делали даже сейчас, если они еще живы, они делают это все из любви. Прямо запишите себе, что бы вы иначе посмотрели на то, что происходит между вами. И то, что вы делаете по отношению к родителям, к мужьям, к детям, к сестрам, к себе. Как бы вы ни говорили, что я там себя не люблю или их не люблю, вы делаете это из любви. Просто любовь такая. Какая-то как-то повернулась она, да? Другой стороной. Помните, медаль двух сторон. Кстати говоря, вот те песочные часы, помните, тут счастье, тут горе. Вот так вот переверни и тоже как два полюса. А хорошо, когда есть что? Золотая середина. Понятно, что мы там не можем задержаться. Мы же, ну, не робот, нас же не выключишь. Мы все равно будем. Ну, хорошо бы колебаться все-таки в какой-то амплитуде, не впадая в крайности. То есть самое главное – это работать с собой, со своими чувствами, останавливать себя, когда идет что-то не так. И говорить себе так, стоп, что-то не то пошло. Ну-ка, я на это посмотрю, я это поисследую. Потому что никто не виноват. Вот еще что я вам хочу сказать, что тут никто не виноват, что жили в те времена, испытывали те сложности и преодолели их именно так. Кто-то воровал и сел в тюрьму, кто-то кого-то убил и тоже, кто-то сошел с ума, кто-то спился. Никто не виноват. Вы просто выросли, возможно, в дисфункциональных семьях, возможно, в ВВДА. То есть это такая созависимость. Очень сложно, да, и долго нужно выздоравливать, но есть возможности. Выздороветь от ВДА и ДФС реально, возможно, и стать даже лучше тех, кто нигде не лечился и ничего не делал с собой. Взрослые дети алкоголиков. Вот это ВДА называется. А ДФС – это дисфункциональные семьи. Сообщество не разделено. Оно выздоровеет по одной литературе и ходит на одни и те же группы. Есть масса литературы на эту тему. Можно читать, но читать книжку, вы знаете, пока читаешь, понимаешь. Закрыл книжку и забыл, что читал. То есть если вы читаете что-то, нужно прямо себе написать вопросы, потому что написал, прочитал, да, написать и прямо к кому-то идти, сказать, у меня вот это, объясните мне, что с этим делать. Скажите мне, как это исправить. Обязательно идем к людям, потому что, помните, мы существа стайные. Мы в обществе живем в обществе. Никто в одиночку, ну, камера-одиночка – это камера пыток, все в курсе. Там мало кто выздоравливает. Вообще живой остается в себе. Так, значит, пока понятно, куда идем. Значит, что нам важно сделать, чтобы что-то изменить, потому что мы с вами пришли все-таки менять. Что мы сейчас будем с вами понимать? Именно в семье, именно в паре удовлетворяются все потребности человека, причем снизу вверх. Вот не зря первый уровень, второй, третий – вот так, снизу вверх. Понятно, что за физиологией мы привыкли сами следить, но с другой стороны, вот, сексуальные потребности лучше в паре, и это надо осознавать и для себя делать. Ну, кроме того, что поесть с кем-то любимым, добрым, любящим вместе – тоже вкусно, хорошо. И какие-то дела поделать, и помощь попросить, и получить эту помощь. То есть физиологические и телесные потребности никто не отменял, и тоже хорошо в паре. В безопасности. Помните, женщина в 1913 году чувствовала себя защищенной, потому что у нее был кто? У нее была пара. То есть невеста знала, что ее родители выдадут замуж, она будет в венчанном браке навсегда, она будет защищена верой в Бога, потому что все это приветствуют, и все в этой парадигме живут. Родители у нее все равно есть, и они дадут добро на этот брак. Очень часто сейчас, когда приходит молодежь, я спрашиваю, вы у родителей получили благословение на брак? И мне многие говорят, что это? А что это я буду спрашивать? Разрешение, благословение какого-то? Мы родители поставили в известность, и то, может быть, не сразу, может быть, после. А те, кто просто вместе живут? Вот никакого брака, ничего не заключают, мы просто вместе поживем, мы посмотрим. Шесть лет уже вместе живут, все, посмотрим мы на что-то. На что они смотрят? Годы идут, а здесь небезопасно. А вдруг он не будет зарабатывать? У меня сегодня клиентка написала такую фразу, говорит, я решила расстаться со своим мужчиной, я целый год ждала, что он будет достаточно зарабатывать, он не зарабатывает. Я говорю, ну это вообще не про любовь вообще-то, это про деньги. Ты хочешь как? Понимаете, да? Нет стабильности, нет защищенности и нет долговременного выживания. Вот что опасно, что если вы живете одна и не строите ни с кем теплых, близких отношений, то нет долговременного выживания. Чтобы вы это понимали, потому что на детей, вы видите, да, они идут впереди. Даже если у вас не один ребенок, а два, например, то они не обязаны вас вообще обеспечивать безопасностью и кормить вас, и долговременно вас содержать. Нет. Вам придется эту потребность самим, в одиночку тогда, если вы одна. Быть, любить и быть любимым это естественная потребность. Кстати говоря, я хочу сказать, что если вот эти потребности еще удовлетворяются, понятно, мы едим, пьем и, в общем, живые и здоровые, то вот эта потребность тогда будет удовлетворена, когда есть это. И дальше точно так же. Эта потребность удовлетворяется, когда мы чувствуем себя в стабильности и безопасности. Когда мы видим свое продолжение долговременное выживание. И если вот эта потребность у нас любить и быть любимой неудовлетворена, предположим, вы поругались со всеми. С мужьями развелись, с ребенком отношения не строятся, с сестрами тоже никаких отношений, родители вообще либо умерли, либо не любят меня. То есть это потребность неудовлетворена. Вот это. Тогда вот это все будет удовлетворено? А-а. Вот эта схема о чем? Начиная снизу вверх и последовательно. Берем за это ответственность. Это ваша ответственность. Это не ответственность родителей, чтобы они вам это все обеспечили. Тем более вы не можете своим детям это прям... Вот я тут тебе прописала, как ты будешь удовлетворять. Я тебе тут списочек вот скину, ты там почитай, да? Не получится. Тогда что мы можем детям передать? Люблю. Мы можем им показать, как делаем это мы. Из какого чувства? Вот правильно. Из любви, из радости жизни, из счастья. И если родители, ну, то есть вы, как родители, счастливы, вы тогда можете детям передать такую схему, что у нас в семье принято быть счастливыми, радостными, удовлетворенными, без зависимостей, без руганий, без скандалов, без боли, в теплых отношениях. Если у вас неполадки с родителями, то к родителям идем с чем? С любовью, с принятием. Они не виноваты, что они там заблудились где-то в тех дебрях с 13-го года по сегодняшний день. Понимаете, 70 лет безбожие советской власти и прочее, прочее. Меня все ругают, что я советскую власть. Ну, понимаете, я при советской власти полужизни прожила, я знаю, о чем я говорю. И когда сейчас мне напоминают какую-то ностальгию об этом, я говорю, никогда не хочу туда вернуться. Никогда. Чего-то вот есть там нюансы, которые не хочется. Есть, конечно, какие-то ресурсы, ресурсы берем. Понимаете, да? Ресурсы берем. Надо. То есть дружбу, взаимопонимание, вот эту клановость, общность, когда мы все вместе там в одной дружеской компании, в одном классе, не знаю, в одной там тусовке с кем-то, по интересам, спортивная секция, все оттуда это берем. Потому что это наша традиция, это наше богатство. Стараемся детям тоже передать, что это важные вещи. Вообще, вы понимаете, что если вы детей не научили дружить, вот это такой звоночек вам, если ваши дети не умеют дружить, то они не смогут построить близкие отношения в браках. Понятно, что если у ваших детей есть какие-то, ну там, аутизм, да, в легкой степени, или там, интровертированность, ну понятно, тогда просто друг будет, может быть, один. Кстати говоря, сегодня видела в транспорте, ехала, ну, такие, видно, что люди с диагнозом молодые люди, но они так друг к другу по-теплому, по-доброму. Как они друг о друге заботились. Это люди из разных семей, я видела, что они куда-то на учебу, наверное, едут. Как они заботятся, какие они теплые. Все остальные где сидят в транспорте? Не видят, не слышат, вообще никого не замечают, чуть не сталкиваются друг с другом. Габариты, как я говорю, габариты не секут, потому что идут в это. Ну, во-первых, показывают сами, как они дружат, потому что, если вы с мужем или, ну, развелись с отцом, ребенка, строите дружеские отношения, то это очень хорошо. То вы детям показываете. Вы не говорите, что папа такая сволочь, от нас ушел, тебя бросил, больше тебя не любят, меня тоже, и вообще, гад паршивый. И бабушка там впевает, прям закрываете рот, девушки. А прям показываете, что дружить, это реально. Даже когда произошел разрыв отношений, разлад, это с родными. А уж, если у вас есть друзья закадычные, и они приходят к вам дома, или вы детям показываете, как вы дружите, это вообще вот посыл на то, как действительно по-здоровому устроят близкие отношения. Ведь вы понимаете, да, что вот это, это близость. Быть нужным, важным, значимать, принадлежать к общности. Вот эта клановость либо семейная, либо принадлежать к своей фамилии вообще, к роду своему. В конце концов, сейчас мы все родовые деревья рисуем, это об этом. Потом принадлежать, ну, может быть, к своей национальности, к своей религии, к этому относиться с уважением, к своей культуре. вот это то, что у нас сейчас как-то очень неосознанно и как-то разрозненно. Одни за этих, другие за тех. В общем, это все неправильно. Вот понимаете, да, вот именно эта потребность дает вам, это всего три первых, там еще он четыре. Вы понимаете, что когда человек вот так, он гармоничен, когда вот это все вместе, тогда гармоничная личность. А когда только здесь и не очень, вот мы с вами, если мы говорим о трудностях во взаимоотношениях со своими близкими, с родителями, с мужьями, с детьми, то мы все вот здесь вот еще. Мы поругались, подрались, друг другу нахамили, не в безопасности. Перемалываем это, переживаем, вообще не можем дальше жить. Уже чувствуем себя нелюбимыми никак. Вы понимаете, что мы вот тут вот и вот сюда не идет. Мы тут сюда не идем, как бы вы себя не реализовали, как бы вы не говорили, что у меня там три высших, что я так хорошо зарабатываю, что я такая великая, прекрасная, что я такая вот духовно развитая личность. Вот здесь. Я вам все к тому веду, чтобы вы сказали этому «да». Я не говорю, что вы виноваты в этом. Там, понятно, там от предков все пришло. Но у нас есть возможность это изменить, зная зачем. Я-то хочу быть гармоничной личностью и хочу, чтобы рядом со мной была гармоничная личность. Будь то сестра, муж, мой ребенок, может быть, близкая подруга. Я хочу сказать, что у меня прям прорыв. Это, конечно, не моя заслуга, но прорыв. У меня есть подруга, с которой я дружу 50 лет. Это с первого вышла. И одно время она уходила в болезнь. Вот прям уходит в болезнь, в инвалидность. Прям уходит и уходит. И я понимаю, что у нас такой разрыв, потому что я-то работаю, а она в болезни. И, в общем, общего времени даже нет провести, общих интересов. Причем она идет в серьезную инвалидность. Я первую группу дали инвалидности. И даже, ну, несколько человек мне говорили, ну, а что ты все дружишь с ней? Что у вас общего вообще? Ну, какая там дружба? И она в какой-то период времени даже говорила, что-то мы расходимся. Ну, понятно, что мы расходимся. Человек дома сидит в болячках, причем, ну, врачи не лечат, денег на лечение нет. уж понимаете, песню больного человека. Отношений там ни с кем нет, все понятно. И вдруг, бац, она в этом году сделала три операции, все себе вылечила. И она теперь, вот, понимаете, прорыв. Я на нее смотрю прям с восхищением. Потому что, как это? Все же скажут, это же физиология. Это же невозможно ничего сделать. Это же вот-вот. Оно же не вырастет то, чего... Да. Она поменялась и здесь. Понятно, с помощью других людей. Понятно, что она много работы над собой сделала. Она действительно, вот, как-то все себе наладила, что называется. Причем, когда я кому-то рассказываю об этом, ну, людей же много, да, друзей, которые старше меня, я им рассказываю, что это реально, выздороветь реально. Мне говорят, это за деньги. Я говорю, нет, это бесплатно. Достаточно поменять себя здесь. Понятно, что качество нашей дружбы будет гораздо лучше, потому что теперь можно говорить на одном языке. Ну, я тут все, да, стремлюсь куда-то. Она теперь стремится, она теперь прям может показать, как это делается, другим людям рассказать. То есть, вот, понимаете, что реально в любом возрасте изменить все, что угодно. Реально. Важно не впадать в какие-то там уныние, тоску, грусть. А тем более не тащить старую боль, а прямо искать помощи. Ну, у кого какие возможности. Так, вот понятно, да, гармоничная личность, когда удовлетворены все потребности, это наша ответственность. Так, что нам делать еще? Вот мы сейчас, прямо вы показали, да, мысли. Это схема изменения характера, ну, не только характера, помните, да, вот если идти по этой схеме, то дальше изменение судьбы. Прямо изменение судьбы. То есть это, помните, да, посеешь мысль, пожнешь. Ну, и дальше, дальше. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Да, я понимаю, что вы можете тут дополнить с мыслями, просто будет сложно, если я тут всю эту схему буду рассказывать. Значит, наше дело что? Изменить свои мысли. То есть, если даже сейчас все очень плохо, вы не разговариваете много лет со своими близкими, они у вас ужасные такие-сякие-растакие. Я не говорю, что надо прям брать тортики и бежать чай пить. Нет, бывает, что так просто не получится. Может быть, есть люди, которых мы можем любить только на расстоянии, может быть, они ушли из жизни, и так вы, в общем, при жизни не помирились. Но, изменив свои мысли, вы можете наладить коммуникацию даже с теми людьми, с которыми невозможно разговаривать. изменив свои мысли. Естественно, слова, действия, новые действия, ежедневные, новые, в сторону удовлетворения своих потребностей, естественно, знаем, куда и зачем. Вот поступок – это уже преодоление себя. Почему здесь такой важный момент? Поступок – это не просто действие, это надо себя в чем-то преодолеть. Сегодня говорили много о том, что любить того, кто вроде не заслуживает любви, принять и не винить того, кому бы надо вообще воздать по полной, отругать бы как следует, или там не пускать куда-нибудь, закрыть вообще, не выпускать, вообще заставить, чтобы сама все делала. Потому что у нас какие дети-то сейчас растут? Никакую ответственность на себя не берут, не хотят, не знают как, хотят, чтобы за них все сделали кто-то. Вот поступок – это даже передать ответственность, взять только за себя, а своим близким передать ответственность, которую они должны нести. И договориться. Это поступок. Если вы делаете эти поступки, пусть по чуть-чуть, но каждый день, то, естественно, вырабатываются новые привычки. Кроме привычек вырабатываются новые традиции, новые ритуалы. Для вас становится естественным совершенно другое. никогда вы орете с порога, опять все не так и не этак. Или еще что-нибудь, да? Ну, от тебя только этого можно было сбыть, да? Обычно фраза. Вот если вы выработали другие привычки, то вы будете говорить, возможно, с любовью, внимательно, с интересом, помните, с удивлением. и будет привычка любить себя, потому что к себе тоже очень важно относиться с любовью, и любить других. Вообще, вы понимаете, что полюбить других, не любя себя, невозможно? Это невозможно, потому что, если самому себе не разрешить, то никому в жизни не разрешишь быть белым, пушистым. то есть новые привычки. Новые привычки обязательно подтянут характер. А хотя характер мы откуда берем? Опять здравствуйте, опять 1913 год. Оттуда что-то идет. Ну, по крайней мере, если вы посмотрите на свой характер, вы явно какие-нибудь черты наследуете от своих предков. Причем, может быть, смешано, да? Что-то из папиного рода, что-то из маминого, как-нибудь так все смешалось. Как некоторые говорят, вот, у нас следовало все самое плохое. И трусость, и нерешительность, и прям язык у тебя не работает, и сказать ты ничего не можешь про себя, и учишься ты плохо, еще что, и страшное, как не знаю что. Да? Вот любят так прям понавешать, все на свете, все плохое у нас следовало, а хорошего ничего не подмечают. Ваше дело что сделать? Видеть хорошее. Кто бы вам что ни говорил, и что бы вы не делали до сих пор, со своими близкими, говорить им только хорошее. Естественно, ставя границы, потому что, ну, бывает так, что такие близкие отношения, что надо все время границу держать. Может быть. понятно, что с каждым случаем отдельности важно разбираться, чтобы вы поняли, что решаемо даже изменить собственный характер. Мало того, семья – это система. Помните? Пальцы одной руки. Меняетесь вы? Поменяются все остальные. У меня тут закончился поток, развивающий диалог, и закончилась моя группа, которая была на этом потоке. И женщина говорит, я еще не очень разобралась в теории, мне надо прям четыре раза посмотреть, чтобы я поняла, о чем вы говорите. Потом, я еще там на работе никак, с сыном еще никак, отношения не наладила еще. Но уже на работе вижу, что он меняет, с сыном вообще не знаю еще, что делать. Но зато моя мама, говорит, которой 78 лет, которая ничего не слышала из вашей теории, она изменилась. Мама стала добрая, теплая, любящая, внимательная. Мало того, мама ставит границу. Что могу, что не могу, что буду, что не буду. А до этого была чисто созависимая. Вот прям чисто созависимая. Вот что сказали. Ой, ладно, потерплю, молчу, рот закроет, молчит, ничего не говорит, не спорит, в общем. И вдруг, когда, говорит, я говорю, я привезу внука, нам отдают там внука на двое суток, ну-ку год, да? А эта женщина работает, только мама 78 лет. И вдруг мама говорит, интересно, а ты меня спросила? Я-то могу с этим внуком сидеть, ему год мне 78, вообще понимаешь, да? Степень ответственности и занятости круглосуточной. И говорит, я так смотрю, мама-то другая, отношение-то у мамы другое, но кроме того, что мама стала теплая, любящая, дающая, а не была такая. Вот представляете, как работает? Женщина начала только изучать теорию, еще не видит своих изменений, но они уже проявились в системе, и мама уже почувствовала. Ну, невестка почувствовала, и внук почувствовал, все уже стали тут взаимодействовать, а то прям жили на разных территориях. Понимаете, что происходит? Если вы начнете меняться, вы начнете меняться, начнет меняться вся семья и все отношения. Ну, и, конечно, моя любимая схема, как меняться, это посадить себя сюда, в центр. Мне многие спрашивают, что это значит? Это значит делать и совершать поступки. Помните, я сегодня сказала, с интересом, удивлением начать относиться ко всему, что происходит. Причем, позиция взрослого, усиливаете этот интерес, усиливается контакт, и все становится лучше. Естественно, благодарить близких за жизнь. Что бы они вам ни говорили, как бы они с вами ни строили отношения, постарайтесь все-таки поблагодарить за то, что они общаются, за то, что они есть, за то, что они ваши близкие. Таким образом, вы объединитесь все равно. С уважением обязательно, особенно к себе, потому что, если нарушение границ идет, то это сюда, уважать себя и ставить границы так, чтобы вы были в безопасности. Даже если ваши близкие нарушают границы, то вы их ставите так, чтобы их не нарушали. С безусловной любовью к себе, опять же, к себе любимой. Здесь очень все просто. Я себя вижу, слышу, чувствую. Это звучит как безусловная любовь. Никакой специальной техники нет, как себя любить. Гладить там, не знаю, холить, лить, покупать себе вкусненькое. Не обязательно. Только себя видеть, только себя слышать, спрашивать себя, что ты хочешь, чувствовать, что я на самом деле чувствую. Ну, вера, это вопрос, сегодня говорили, но это как раз просто отказ от ожиданий. Просто ничего не ожидать, что ваши близкие мгновенно изменятся или ваши отношения мгновенно поменяются. Просто в это верить. Ну, и, конечно, вот этот лепесток для верующих более понятно. Ну, для тех, кто не очень с терминами религии и прочего. То есть, это отказ от гордения, то есть, я не все знаю, я не все решаю, я засомневаюсь, права ли я сейчас. Просто посомневаюсь, я ничего не делаю. Я просто посомневаюсь. То есть, вырабатываем с вами новые правила, новые действия и, естественно, договариваемся. Значит, про созависимость, если есть, конечно, вопросы, если у вас такие личные вопросы, насколько проявляется ваша созависимость, обязательно об этом поговорим, чтобы, ну, вы понимали, что если мы выросли в дисфункциональной семье, то вот автоматически мы остаемся вот в тех отношениях, которые нам показали родители. Или бабушки, дедушки, может быть, еще даже. В общем, те, кто нас воспитывал, нам, конечно, дал такой посыл, как нам жить, показал нам, как жить. Еще хочу остановиться на том, что есть контрзависимость. Это то, возможно, что ваши дети, когда они от вас закрываются так, что к ним вообще не прорваться. То есть такое вот равнодушие и неучастие ни в чем. То есть настолько им тяжело, может быть, это вы в себе замечаете, что возникает такое вот отделение на огромное расстояние и никакого участия, вообще никакого участия. Понятно, что это обратная сторона опять той же медали. Либо вот сверхопека, сверхзабота, вот это то, что перехватывание ответственности, либо наоборот. Вообще равнодушие, мне на тебя плевать, и что с тобой происходит, и не надо со мной не встречаться, не общаться, и вообще никаких контактов и прочее. Это не говорит о том, что поток любви нельзя наладить. Поток любви все равно можно наладить, и любовью лечится абсолютно все. Любые отношения, любые болячки, кстати говоря, лечатся любовью и радостью. Значит, что нам с вами важно сделать? Сохранить отношения, особенно с собой. Естественно, вырабатываем новые привычки, новые правила, совершаем новые действия, получаем для этого знания, возможно, не хватает знаний, для того, чтобы понять, как это, что то, что дано из родительской семьи, да, или то, что происходило до сегодняшнего дня, все имеет травматичный итог. Значит, не то. Мне нужны новые знания, как это делается дальше. То есть, я получаю знания о зависимости, если у вас зависимость есть в семье, о созависимости, если есть созависимость. Вот от всех этих вещах ДФС все узнаем. И я это вижу, я даю этому место, но я хочу по-другому. То есть, я выбираю другое отношение, другие позиции. Я отказываюсь от любого вида зависимости, но сразу всегда говорю, откажитесь от тех понятных. По крайней мере, не справились и праздники с измененными веществами, со всякими, которые изменяют сознание. Посмотрите, какие у вас привычки есть, не те, которые улучшают ваше здоровье и самочувствие. Потому что голова должна быть светлая для принятия решений. Естественно, если нужны специалисты, то обращаемся. Впереди идущие всегда есть. Если есть признаки зависимости ваших детей, ну мало ли, гаджеты сидят, уходят, там какие-то гулянки непонятные, занимаются непонятно чем. Вот у меня есть клиентка, у которой мальчик 14 лет. Вот он когда хочет, тогда приходит. Когда не хочет, он гуляет по улице. Вот он делает, что хочет. Я говорю, хорошо, если вас полиция не останавливает, не штрафуют. По идее, в общем, да, ребенок в опасности называется. Называется ребенок в опасности, а мать одна, папа нет. Ну, никто из родственников помочь не может. И вот это опасная такая тенденция. Чтобы вы понимали, созависимость, это норма. 98% населения Земли созависимы. Это посчитали американцы, так что будем им верить и просто будем это знать. То есть мы все чуть-чуть из ДФС, чтобы вы понимали. Ничего страшного нет в этом, никакого там урока судьбы нет. Все можно исправить. Значит, составляем план своего выздоровления. Прямо план, прямо письменно. Я тут какой-то женщине говорила, я говорю, письменно, она говорит, писать это не мое. Я говорю, вы понимаете, что вот мелкая моторика, вот это вот, это импульсы в мозг дает новые. Начните рисовать хотя бы. Вот хотя бы молевать начните. Ну, не писать уже текстом, ну, какие-то рисуночками и так далее, если уж писать никак. Но вообще оздоравливающая функция мозга возникает. полушария начинает работать. Когда вы именно пишете вручную, ну, не хотите вручную, план выздоровления можно и на компьютере набрать, в конце концов. Важно руководствоваться, дальше действия совершать. Значит, новые действия приведут к новым отношениям. Появятся новые привычки. Ставить себя на первое место. Отслеживать, да, свои реакции. Ценить себя. Проявлять себя. И близкие получают точно такое же право тоже проявить себя и быть главными. Главными, нужными, значимыми реализовывать свои потребности. Даже если это несовершеннолетние дети. Объясните им, что твоя жизнь, твоя ответственность. Что я могу, я делаю? В основном тебе, дорогая моя, теперь брать на себя. Тем более, если подросток. У нас же все, может сама. естественно, вот с безусловным уважением, с интересом, с безусловной любовью. Вот в этой философии это очень хороший подход, как база для построения новых отношений. Естественно, соблюдаете права, появляются новые ответственности и передаете ответственность. Если это родители престарелые, если это дети, если это мужья, обязательно передавать ответственность. То есть получается меньше дистанция, меньше изоляция, больше доброты, сочувствия, благодарности. вот это все термины про любовь. Появляются новые отношения, независимые в семье. Иначе мы как? Он меня расстроил и расстроилась. Он меня нахамил и обиделась. Я наорала, они там все впали, да, в какие-то чувства. Мы друг на друга орем, отношения не строятся, все разваливается. Уже никто никого не любит, все злятся. Ну и потом психосоматика может пойти. Понимаете, да, последствия-то такие. Это хорошо, созависимость как броня и контрзависимость вас спасает. На самом деле, люди разрушают друг друга таким образом. То есть строим новые отношения. И теперь все члены семьи будут нести за себя, за свои потребности ответственность возродятся новые ценности. Вот не те ценности 1913 года, а новые. Вы выработаете новые свои ценности в вашей семье. Ну, естественно, ценность жизни, любви, знать, что мы все равно остаемся клановым существом, да, которое без семьи не выздоравливает. И, конечно, начать в себя. Именно в себе меняетесь вы и меняется вся семья. Мне очень понравились сегодня слова, я тут прочитала. Если нам удалось дать своим детям хотя бы чуть-чуть больше того, что в детстве получили мы сами, это уже подвиг. Ведь отдавать то, чего не получил сам, крайне сложно. Когда у нас это получится, мы сдвигаем свою социальную наследственность в положительную сторону. Я не говорю, что вы возьмете это из ничего. Вы возьмете теперь это из новой философии, из новой веры. Возможно, да, вы уже не тот человек, которым были ваши бабушки и прабабушки, но то, что вы человек духовный и растете духовно, это то, что дает вам силы для того, чтобы давать, давать своим близким. Есть вопросы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok